Новые детские сады и школы, скоростное железнодорожное сообщение между областным центром и автоградом. Члены градостроительного совета обсудили важнейшие для региона документы. Генпланы Самары и Тольятти, схемы пространственного развития области и агломерации. Работу совета после четырехлетнего перерыва возобновили по инициативе руководителя области. О замечаниях, которые высказали эксперты и о том, каким они видят будущее региона, в сюжете. На пересечении улиц Самойловской и Дерябинской в железнодорожном районе Самары идет большая стройка. Возводят 24-этажное здание, которое потом передадут 6-му кассационному суду. Перед высоткой появится парадная площадь, расширят козырек и входную группу. Варианты фасада рассматривают на градостроительном совете. После четырехлетнего перерыва его работу возобновили по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Совещание проводится во второй раз. Своё экспертное мнение высказывают архитекторы, застройщики, представители профильных ведомств. Что касается второго и третьего варианта, вот их можно дорабатывать и сделать вполне приличное, значит, достойное здание. Потому что оно и сейчас в существующем виде выглядит неплохо. Оно достаточно стройное, компактное, лаконичное и оно, ну как бы, не стыдно за это здание. На совещании говорят не только о будущем этого объекта, но и перспективах развития двух крупнейших городов региона – Самары и Тольятти – на десятилетия вперед. Генплан Автограда уже утвержден, однако, по мнению участников градостроительного совета, еще есть над чем работать. Например, к 2037 году там планируют построить 88 новых детских садов и 31 школу. При этом, по прогнозам, население города увеличится примерно на 30 тысяч. Демографические показатели необходимо учесть и уточнить количество соцобъектов, подчеркнул глава региона. Был озвучен целый ряд предложений. Среди них – создание комфортных пляжей, летних оздоровительных лагерей, выделение территорий под полигоны для ТБО. Еще один вопрос – необходимость возведения в городе четырех пожарных депо. Хотелось бы, чтобы генеральный план, когда разрабатывается в городах, на территориях, он проходил хотя бы какое-то согласование в МЧС. Мы отвечаем за вопросы организации пожаротушения. Хотелось бы, если можно, протокол отразить, чтобы генеральные планы городов на сегодняшний день, они нам были направлены, мы бы высказали свое мнение. Кроме того, в генплане не учтено развитие Самарско-Тольятинской агломерации. Важнейшая задача – запуск скоростного железнодорожного сообщения между областным центром и Автоградом. Ожидаемый пассажиропоток – 2,5 миллиона человек в год. Здесь ключевой момент – расположение железнодорожного вокзала. Место должно быть удобным для жителей всех районов города. А сейчас путь до действующей станции «Жигулевское море» в среднем занимает около 40 минут. Мы с вами на первом представительном совете говорили о необходимости взаимоувязки существующих документов, их актуализации. И в своей текущей работе, я хочу вам сказать, правительство постоянно фактически сталкивается с тем, что документы стратегического развития, документы генерального плана, к сожалению, с тобой рассогласованы. Одной из задач мы ставили, чтобы провести актуализацию и согласование. Не в полной мере задачам агломерации отвечает и генплан Самары, пока он окончательно не утвержден. Среди рисков, обозначенных в документе, невысокие темпы развития так называемой «срединной зоны» города по сравнению с ускоренной застройкой на окраинах. Подробно обсудили схему территориального планирования Самарско-Тольятинской агломерации. Именно с этим документом должны коррелировать генпланы двух городов. Вот сейчас проблема заключается в том, что Тольятти у нас развивается в ту сторону, в которую идет транспорт. А сейчас получается так, что дорога, вот эта федеральная трасса, она идет мимо Тольятти. И у нас для Тольятти нет того линейного элемента федерального каркаса, на который он бы был сел, и который дал бы ему импульс для развития. Все предложения были учтены и внесены в протокол в завершении. Встречи губернатор поблагодарил членов совета за активную позицию и неравнодушное отношение к будущему региона. Мария Акимова, Андрей Авдеев, Новости губернии.